МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вновь и вновь звезды многих видов спорта мировой величины. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжение югорской традиции именно так ветераны спорта Хантамансийского автономного округа с любовью называют ежегодный международный лыжный марафон юго-роски. Впервые эти старты прошли в 2013 году. Тогда заявки на участие подали всего 447 спортсменов. К восьмому марафону эта цифра выросла в 6 раз. В этом году работы по подготовке трассы по ми-протоке Горное начались в феврале и продолжались до самого последнего момента. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Судя по прогнозу, у нас предстоит еще по ночам минус. Это плюс для трассы. Задача по вечерам ее укатывать, уплотнять, чтобы она схватывалась по ночам. И она у нас простоит, я думаю, довольно-таки приличное время. И можно даже посмотреть, что вот это у нас обозначена стартовая поляна. Толщина плотного снега у нас вот она позволяет. Никаких проблем для проведения мероприятия не будет. То есть все у нас по плану, как планировалось в 11 часов. Я думаю, что все произойдет и праздник состоится, несмотря на погоду. За день до старта марафона в студии окружной телерадиокомпании Югра состоялась часовая прямая трансляция со звездными участниками и организаторами Югра-Ски. Здесь обсудили итоги лыжного сезона, а также поделились готовностью к предстоящим стартам. За первые места на 50 километров для мужчин и женщин мы подготовили приз 400 тысяч рублей на карточку банка открытия. За второе, третье – 200 и 100, соответственно. И за следующие 10, с четвертого по десятое – от 3 до 30 тысяч рублей. От 5 до 30 тысяч рублей тоже были подарки. Также в рамках марафона в Центре зимних видов спорта имени Александра Филипенко прошел мастер-класс по лыжным гонкам под названием «Тренировка с чемпионом». С юными спортсменами своим мастерством поделились чемпионы мира, победители многодневной гонки тур-дески Сергей Устюгов и Александр Большунов. Международный лыжный марафон Югра-Ски объединил всех от детей и любителей до ветеранов и профессионалов. Огромное количество людей вне зависимости от звания, возраста и уровня физической подготовки стартует одновременно. Мы с Ямал-Ненцкого автономного округа города Муравленка узнали о марафоне, но знали о нем давно уже, как бы просто решились поехать впервые. Хотели в том году поехать, но в связи с такой обстановкой в стране отменилось все, приехали в этом году. Добирались долго на поезде, на автобусе, сутки в дороге и вот мы здесь. Мы счастливы, мы ждали этого два года, в прошлом году зарегистрировались, но к сожалению отменили. Мы каждый год ждем этого праздника и не только мы, это все лыжники нашего города, насколько мы знаем. Я с 2008-го бегаю марафон, и я бежал и Европу, Азию три раза, и Аватчинский марафон я пробежал на Камчатке. В общем, здесь я бегу с 2013 года, то есть это уже каждый год я его бегаю, 50 километров. На старт главной лыжной гонки сезона в Югре вышли порядка трех тысяч спортсменов из 50 регионов России и всех муниципальных образований Югры, а также гости из ближнего зарубежья. Эта цифра стала абсолютным рекордом за всю историю существования массового мероприятия. Среди участников не только опытные лыжники-профессионалы, но и воспитанники спортивных школ, физкультурники-любители, ветераны спорта, а также люди с ограниченными возможностями здоровья. Конец сезона. Заниматься чуть-чуть, потренироваться на следующий год. Народу много, очень рады, что только Ле приехало, и чемпионы, приехало очень много чемпионов. Сборная России, вот сейчас ожидаем, когда к ним попадем, автографы взять. В первых рядах именитые югорчане, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов, олимпийские чемпионы Александр Легков и Евгений Дементьев, а также четырехкратный олимпийский призер Александр Большунов. В полном составе и весь лыжный бомонд женской российской команды. На самом деле, сегодня цель просто хотя бы доехать, поэтому всем хорошего самочувствия, настроения, и думаю, что это будет классная гонка. Всем доброе утро, всем удачи. Вот сегодня никому не будет легко, но всем держаться. Терпением. Развучал стартовый выстрел, и участники гонки отправились на дистанцию. Для каждого она своя, профессионалы и опытные марафонцы покоряли 50 километров. Чуть менее подготовленные спортсмены преодолели полумарафон. Юные участники и те, кто не настраивался на длинную гонку, бежали 5 километров. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Счастлив, победа, нормально. Лыжи были хорошо сделаны. Я уже тут раз 5 была, наверное. И нормально, тяжело, конечно, но хорошо, в принципе. Настрой? Да, да, из девочек вроде бы первая приехала. Мне 56 лет. Когда-то занимался лыжами, лет 30 назад. Вот, сейчас решил возобновить занятие лыжами. Вот. На дистанции где-то на старте через полкилометра малой хлопец наступил на мою палку, и она сломалась. Пришлось мне бежать километра два со сломанной палкой. Благо на дистанции оказался мужчина на лыжах, у которых были свободные палки. Вот он мне их отдал. Ну, чуть-чуть выше, конечно. Но ничего, последние два километра добежал с палкой. Здорово, очень понравилось. Все позитивно. Столько народу. Люди, хватит лежать на диванах. Становитесь на лыжи. Ходите в прорубь, закаляйтесь и не сдавайтесь. Привет всем бодричкам из города Нижневартовска. Первый раз я всего четыре месяца на лыжах. У меня лыжи допотопные древние. Я из города Нигеон. Восемь часов мы ехали на автобусе, и вот я здесь. Масса впечатлений, удовольствие, дружба. И вообще классно. Семья с озвученной фамилией Школьная из Хантамансийска выходит на старт югорского марафона каждый год. Самой младшей дочурке Иришке всего три года. И это первые старты в ее жизни. Алена и Таня – близняшки, а самая старшенькая Юлечка занимается лыжными гонками уже целый год. Стараемся участвовать каждый год. Каждым годом результаты улучшаем. В этот раз чуть-чуть не хватило до первого места. Но мы над этим работаем. Детки растут каждый год. Лучшие и лучшие результаты. Стараемся поддерживать статус нашего спортивного региона. Что Югра – это территория спорта. Югра всегда впереди. Мы из Сургута. Мальчика зовут Тихон. Нам шесть лет. Мы довольно часто катаемся. Правда, эта зима была снежной. А так папа его катал еще, наверное, месяцев с восьми сзади в слинге, в лыжах. Вот. И как он встал сам на лыжи. Вот потихоньку катаемся. А сколько преодолели? Пять километров, Тихон. Говори, сколько ты преодолел? Десять километров. Одному из самых возрастных участников Юрию Щепеткину 81 год. Он с легкостью преодолел пятикилометровую дистанцию. Можно смело говорить о том, что Щепеткин – легенда югорского спорта. В далеком 1964 году он стал первым спортсменом, лыжником в Хантамансийском автономном округе, кто получил звание мастера спорта. Это была пристельная сканефть и гонка в марте 1964 года. Первый день бежали 20 километров, Коля Шабанов не получился. Я бежал во второй день на 15 километров. Я был первый, выполнил норму мастера спорта первым в округе по лыжам. На третий день выполнил плицесский хрионит в сельской скорой помощи. А Коля Шабанов уже позже выполнил. Отдельного внимания достойны заслуженные ветераны спорта. Так на финише можно было встретить олимпийского чемпиона Евгения Редькина, трехкратного обладателя медалей Олимпийских игр Александра Завьялова, четырехкратного победителя зимних Олимпиад Николая Зимятова и многих-многих других. Тут просто массовый адреналин, 2,800, когда идет энергетика мощнейшая. Ты просто в этой кучке катишься. Главное, чтобы аккуратно палки не сломать. А остальное, да, трасса тяжелая сегодня будет. Думаю, даже мастерам придется сегодня поднапречься. Ну, а так, хорошее настроение. Всем здоровья. Приятно, что здесь приехали сильнейшие лыжники. Сюда заканчивается сезон. Я лично пробежал сам 5 километров, посмотрел дистанцию, прочувствовал это в борьбе. Вместе с Большуновым, с ребятами сортовал. Поэтому праздник состоялся. Прекрасно все. Большое спасибо губернатору, организаторам соревнований. Субтитры сделал DimaTorzok Если же говорить о результатах полумарафона, то здесь на дистанции 25 километров первые места среди мужчин и женщин у Вячеслава Корытникова и Кристины Семенихиной. Первый круг лидера основной 50-километровой дистанции преодолели все вместе, после чего за счет ускорения предсказуемо вперед вырвался лидер национальной сборной Александр Большунов, который в итоге и финишировал первым с результатом 2 часа 5 минут 19,7 секунды. Сегодня сложные условия, потому что трасса мягкая, тепло, местами много было таких участков, которые прям вообще с грязью перемешаны, но организаторы постарались и сделали все, чтобы сохранить круг, и я считаю, что даже в таких условиях он прошел практически идеально. А как готовился? Практически не готовился, просто спокойные тренировки и все. Второе место на югорском лыжном марафоне Рауля Шакерзянова преследует уже несколько лет, но лыжник из Перми не отчаивается и в следующем году готов вновь покорять высшую ступень педестала почета международных стартов юго-расский. Я очень рад, лыжи работали хорошо, с такими ребятами со сборной бежал, занял второе место, очень приятно. Но я думаю, тут лыжи решались, и у меня были сегодня лучшие лыжи, из-за этого я занял второе место. Приятно, я уже третий год подряд здесь второе место занимаю. Ну, хотелось бы, конечно, первое, будем работать дальше, надеюсь, когда-нибудь выиграю егорский марафон. Югорский биатлонист Никита Поршнев, который впервые принял участие в лыжном марафоне и пересек финишный створ ворот третьим, также заявил, что обязательно принят участие в следующих массовых забегах. Я хотел в первую очередь получить удовольствие от этой гонки. И сегодня так получилось, что почувствовал все какие-то силы. Винтовку скинул как-то и легче стало бежать, поэтому я не... Конечно, когда начали дергать, натягивать, было тяжеловато, но общий, средний темп не давался легко. Девушки финишировали чуть позднее основной группы мужчин, однако и они сумели шокировать и удивить некоторых заслуженных мастеров лыжных гонок. Лыжи готовили, вот, с палками, получилась такая небольшая промашка, лапок больших не нашел, палки проваливались всю дистанцию. Вот, но ничего, все равно пытался из этого извлечь максимум. Прошел первый круг, вроде бы неплохо, а потом что-то уже и инвентарь подстал, и я так подустал. Вот, ну и пошел уже просто доезжать в гонку, как бы ни за кем не гнался, кто догонял, даже пропускал вперед, да и все. Ну, я сегодня проиграл двум девушкам, поэтому я помолчу. Победительницей в женской гонке стала Татьяна Сорина, она выиграла 400 тысяч рублей. Ее итоговый результат 2 часа 13,4 и 4 десятых секунды. Второй финишную черту пересекла Наталья Непряева, третье место у Юлии Ступак. Бежала с парнями, старалась не отстать от группы, чтобы в потоки идти, поэтому особо не соперничала там с девчонками. Марафон первый раз бежала 50 километров, очень много народу даже бежали, там люди бежали на 25 километров и кричали нам, когда мы на второй круг пошли, то есть даже такое, ну, очень приятно, когда они бегут еще свою дистанцию и подбадривают нас, то есть узнают. Вне зависимости от того, какую отметку дистанции преодолел тот или иной участник, на финише никто не остался без медали. Приезжайте! Тут очень круто! На следующий Егорский марафон! Для зрителей очень классная атмосфера, веселая, все очень располагает действительно к празднику, очень понравилось, но гонка была тяжелая для меня, поэтому это как бы уже вопрос, наверное, к моей форме, но большое спасибо за этот праздник, очень классно и прям хочется здесь находиться. Передаю привет всеми угорчанам! Мы хотим поблагодарить всех зрителей, местных жителей сюда пришли, губернаторы, естественно, которые поддерживают этот марафон и всегда приходят на открытие, также всех мегаспорт, ну, в общем, всех людей, которые относятся к этому марафону, которые организовывали, которые занимались этим делом. Сергей Крянин, конечно, он очень много вложился в этот марафон, потому что его включили международный марафон России, самый вообще в Европе. Так что, вообще, праздник в конце сезона, это всегда прекрасно и, в общем-то, еще раз всем огромное спасибо за поддержку всех югорчан. Югорский лыжный марафон! Это круто! Аааа! Люди довольны, недоволенны только организаторы одним, тем, что мы все-таки опять в очередной раз не пишли цифру 3000. У нас 2847 человек и нам опять немножко не хватило до рекорда, которую мы ставим себе второй, ну, третий год с 2019 года. Все-таки перейти тут волшебную цифру 3000 участников, но надеемся на следующий год. С учетом того, какие в этом году у нас участники, я понимаю, что нам это не позволило перейти только коронавирус. Некоторые Мы просто побоялись ехать сюда, наверное. Может, кого-то родители не отпустили, может быть, кого-то не получилось именно по логистике. Но, в принципе, вы видите, праздник удался. Единственное, что не получилось, это два человека, которые мы хотели, мечтали, которые дали согласие буквально месяц назад на чемпионате мира в Уберсдорфе. Это Йоханнес Клэба и Дарью Колония, которые подтвердили. Но, что коронавирус, их просто федерации национальные не отпустили на этот марафон. Я думаю, что если бы был здесь Клэба и была бы здесь Колония, я думаю, что мы перешли бы цифру 4000 человек. На площадке лыжного забега все участники были обеспечены бесплатным горячим питанием и напитками. Организаторы также предусмотрели площадку для игры в футбол в отдельной зоне под названием «Лыжный патруль». Самые маленькие сумели впервые в своей жизни попробовать встать на лыжи. Кроме этого, организаторами марафона была предусмотрена автограф-сессия с именитыми лыжниками страны в специально отведенной лаунж-зоне. В общем, все отлично, всем все очень понравилось. Отличные эмоции, просто потрясающе. Хорошее ощущение. Ну, трасса тяжеловата была, но я потерпел чуть-чуть. Трасса прям вода была, где-то местами земля была. Ну, ощущение хорошее было вообще. Эмоции прям закаливает. Что могу сказать еще? Всем спасибо! Здорово, что Сан Большунов выиграл марафон. Это супер здорово. Зрители, праздник, хорошая погода. Все супер. Приглашаю всех заниматься спортом, физической культурой. Если говорить о туризме, то это событийный туризм, очень яркое одновременно. Здоровье, общение, достижения спортивные. И в то же время знакомство с нашим регионом, с столицей нашего региона, с югорчанами. Мне кажется, что это самое привлекательное во всей этой истории. Так что спасибо большое югорчанам за гостеприимство. А нашим гостям за то, что они снова и снова выбирают фантоматизм для закрытия лыжного сезона. Три часа ярких спортивных эмоций, приправленных насыщенной развлекательной программой, действительно стадия для любителей лыжных гонок и просто приверженцев здорового образа жизни главным событием весны. Субтитры создавал DimaTorzok Приезжайте на марафон в следующем году! Уважаемые любители лыжного спорта, обязательно приезжайте на наш югорский марафон. Он в этом году, конечно, был птиц экстремальный, но я думаю, на следующем году будет у нас он просто огонь, супер! Как можно не приехать? Конечно, приезжайте! Всегда здесь ждем, всегда рады всем, обязательно приезжайте! Субтитры создавал DimaTorzok